Девушки отдыхают Игнатий Тихонович, вопросы накопились, люди прислали И вообще в связи с событиями некоторыми тоже хотел поинтересоваться Вот такой вопрос, мы тогда выпустили ролик Вы где давали комментарий по Нагорному Карабаху И этот ролик достаточно уже около 15 тысяч просмотров есть у него То есть он распространяется И его естественно смотрят и многие армяне И в комментариях мы видим, что они очень недовольны Тем вариантом, который был предложен по Евангелию Как поступить И люди, которые вам до этого писали, вас хвалили Вдруг сразу резко стали вас поносить и обзывать даже И прочее Но это было ожидаемо, конечно, услышать И они говорят, ну а вы отдайте Что же вы тогда защищали Москву? Почему вы не отдадите Курилы? Почему вы Калининград не отдадите? И вот, собственно, такой вопрос Как вы ответили на него? Почему вы им советуете так, они говорят А сами так поступаете? Те, которые говорят Они нигде, ни разу, ни один Не сослались на волю Божию Над краткость жизни, на Слово Божие И поэтому их понять можно А сколько гибнет, 20, 100 тысяч Их не касается это Дело в том, что вопрос-то не разрешается Он только усугубляется И я ничего не отнимаю Воюйте, продолжайте Меня спросили, я ответил Я христианин Любой вопрос нужно разматривать с позиции вечности Сгорит земля и все на ней С чем мы предстанем? Ну захватил все Наконец лопнул и весь рейх пошел ко дну Ну и были же какие там Шингисханы, Наполеон, Атилла, Аларихи Им числа нету Аталерант что сделал? И однако Пришло время, ничего и нету И поэтому сегодня Этот вопрос решается только с позиции Евангелия Требует верхнюю одежду Отдай нижнюю рубашку Заставляет одно поплещить Иди два То есть дай дальше больше, чем просит А они-то об этом не говорят А вот столько убили А не столько-то Я так вижу, как христианин Такой я ответ дал Если будем смотреть по слову Божию То любой человек, который в мире живет Он скажет, учение Христа погибельное Ну вот Иуда Менгур, когда считаешь Там именно так и пишет Льюис Мы должны рассматривать все Что я сегодня умру Так я что В пользу Азербайджана говорил разве? Я говорил в пользу звания христианина Что нас Христос избрал Я говорил не о национальности Разве если не кто там будет? А вот пришел Гитлер там Он не пришел бы Вся Библия об этом говорит Книга Судей Они согрешали Бог восставил врага Они плененые, старикаются Снова выросли Опять согрешают И опять враг новый восстает Не раньше, не позже Именно вот это и надо помнить А как мирно? Мирно Между собой католики и православные воевали Эти ледовые побоища И что было? То, что спрашивать про тех Которые Христа не признают за Бога истинного И поэтому их отзывы По-мирски Их мирские люди слушают Христос говорит Тут даже толковать не надо По-другому они не могут говорить А я сегодня скинул ночью там Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте Я кто-то прямо сказал Ну отдайте Калининград Вот это песнопение Пускай они прослушают Брат Виктор играет Это мои слова Отдайте пока не поздно У вас есть слова его? Есть, да А прочитайте слова эти Сейчас Я буду кое-где останавливать Поднимать руку Полностью, да? Стих этот прочитать? Да, стих Он там под этом В ролике где В каком-то Многие ролики И везде он там есть Внизу ролика Сейчас Я там не меньше десяти раз Наверное вставил его После тех Которые люди выступали Шикотан отдать Борис Николаевич Только что не решился А ему звонил Коржаков Отдайте им это все И прекратится Мы хороших друзей Соседи будем иметь Ну хватит нам Одну шестую часть суши И так подмяли под себя И сгадили ее Не обиходить не могут ничего Владимир Вольфович Когда выступал Жириновский После цунами Он говорит Почему не отдать Отдельно там За Байкалом Вообще пустые земли Вообще нету Полтора человека На квадратный километр А они обиходят землю Ну конечно Российские федеральные Законы будут Все Ну как вот у нас есть Карелопинская ССР Там Татарская Живут же люди Почему не дать японцам А там будут просто заезжать Люди как в музей Сделать музейную зону Почему ему не говорите Вопреки ничего Я сказал так Как я вижу Никогда Ну у царя было да Финляндия Польша Это и его чины были Входили В пределы русского государства Российского Однако отошло Не умерли Политика Души Отдайте Шикотан И Кёнигсберг Отдайте Пока еще Не поздно Поспешим Не удержать Богатств Хребят И лезут Тати Излишки Все крестясь Отдать Самим Нас не Осудят Дети Проправнук Что мы Во время Бури Штормов За борт Рубили Мачты Не тараном Спасли Россию Ясностью Умов Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И оглашенных Выведет За стан Святая Библия Нам высветит Опасность Какой Грозит Трясучий Шикотан Какой Грозит Трясучий Шикотан Нельзя Несправедливо Не по Богу Раскинув Руки Пьяным Бороздить Когда Соседи Жмутся По трогам Нам негде Жить Нам негде Жить По совести Ли Вымирают Люди Устеют Города И заросли Поля Мы захлебнулись То ли еще Будет Когда Извернет Мертвецов Земля Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И оглашенных Выведет За стан Святая Библия Нам высветит Опасность Какой Грозит Трясучий Шикотан Какой Грозит Трясучий Шикотан Готовы Чаши Гнева Вихрь Зловредный От Гнойных Ром Ром Зловония И смрад Последний Конь И конь Как знаем Бледный И смерть На нем А сзади Виден Ад Что Непонятен Призыв Благодати С Примудростью И со Христом Бышить Да мы Окружены И спереди И сзади И всем Руководит Христа Продавит Жит Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И оглашенных Выведет За стан Святая Библия Нам высветит Опасность Какой Грозит Трясучий Шикотан Какой Грозит Трясучий Шикотан Отдайте Шикотан И Кёнигсберг Отдайте Вот и весь ответ Я не могу ничего к этому добавить А что было бы Что есть мы видим А что было бы Вы не знаете Вот а что было бы А было то что Слово Божие говорит Не покину Не оставлю Я за вас Говорит Господь И Господь бы оказал Такую помощь Никакая Турция Никто бы Пальцем Не подвинул А то сейчас пугают Вот там она Турция захватит Все жить Я им говорю Армянам Сколько места Только у нас В Алтайском крае Сколько в Сибири Почему не предложить им Они Молодежи там Совсем нету Разъехали все Где не смотришь Там армянские церкви стоят А их всего-то там 2 миллиона 800 тысяч А у Азербайджана 10 миллионов В два раза у них Больше достаток За каждый месяц И площадь такая же Вот там нефть Безмерное богатство Ну и ясно дело Что не Заберут все Вчера Азербайджан Сбил Наш вертолет Случайно И уже их Президент Извинился Но сегодня Уже выступил Владимир Владимирович Путин И сказал Что вводится туда Миротворческий Наш контингент И Как бы Прекращается битва Прекратилась там битва Что Останавливается В ноль часов Сегодня остановилось Все И наш Контингент Велся И комендант Там какой-то Из ООН Назначился Это их дело Нас не касается Политика души Что означает Мне нравится выражение Определение политики Умение управлять государством Вилл говорил Владимирич Ленин От бесконечно большого К малому Умение управлять Городом Краем Умение управлять Улицей Домом С семьей Самим собою Умение То есть Уметь Слышать голос Божий Рожденный от Бога Он Христианин Никогда не будет Решать вопросы Военным путем Вложи меч В ножен твои Взявший меч От меча погибнет Мы не можем Это сказать Азербайджану У них другой закон У нас Я говорю К христианам Они же христиане И все время А мы раньше вас На 600 лет Мы раньше вас Как эти Гуси Рим спасли А Сталин Голову рубят Ну так ведь Что оно Если раньше Что это даст На страшном суде То что ты раньше Узнал христианство Не более ли Осужден будешь За то что Не использовал Раньше Я ответил Как вот И все Нас не осудят Дети И проправнук Что мы Во время Буря и штормов Забор Трубили мачте Не тараном Спасли Россию Ясностью умов Ну видите Это все Когда вы Этот вопрос Подняли И сказали По Евангелию Все таки Это не только Армян Касается Это вообще Всего Православного Люда Уже 2000 лет Всех Православных Государств И всех Государств Вообще Вы затронули Пласты Которые Никто Никогда Не затрагивал И Их запрещено Даже трогать То что Сдавать Надо Отдать Врагу Так а в каком Когда написано Стихотворение Дата Я скажу 2001 год Ну вот 19 лет назад Это я сказал Оно как Сгодилось Все и подошло И шикотанные Кёнигсберг Рядом стоят Да Я ничего Не меняю Я в это Верю И так И говорю Ну хорошо Благодарю Давайте дальше А то Меня уж Мусульманин Называет И как угодно Сказал Израиль Никогда Не трогать 12 глава 3 стих Бытие Запрещает Поносить Народ Божий Как кинулись На меня Ты же Дам Продался Я же Говорю По слову Божию Я их Благословляю У меня Вся жизнь Благословенная Ну вот Тут вопрос Задает Человек Спрашивает А можно ли Христианину Жениться На мусульманке А зачем Ну хорошо Арбакайте Эта Дочка Алла Борисовна Вышла Замуж Родила Руслана Где он сын Он его Отнял И все И главное В ее защиту Выступил Глава Их администрации Региона И все У нас Такой Обычай Ей Не отказано Встречаться Бабушки Она думала Обратиться К президенту И там что-то решат Ничего не решат Зачем туда выходить Это другой народ Да Разрешается Если они Примут Христианство А его Как он примет То Ему еще Голова своя Не нужна Об этом Говорить даже Не надо Они точно Так же делают А у него Задача Только сделать ее Она никакая И так и так Никакая не будет Мы должны дать ответ Это запрещено Не может Никакими путями Она его Привести Ко Христу Сначала Пусть придет Ко Христу Меня часто Они спрашивают А вы не хотели бы Ислам принять Я отвечаю Разумный человек Небо на землю Менять не будет Ну а женщина Ну то есть А мусульманку Именно То есть Христианин Мусульманку Не наоборот Она принимает Христианство Приньет крещение Дает проверку Какой она идет Отречение От этого учения Которое там Есть То есть Священник Это все на руках Он должен Считать И она должна Повторять Или сама Просчитать Определенный порядок Отречение И как на ее родственники Кто посмотрит А какое отречение Произносится У вас есть это? Да Оно есть Только стоит Зарядить Вы сразу увидите Отречение Чина Чин Чин отречения От такого-то От такого-то От такого Учения Его всегда Священники Считают Должны считать Но это уже Оно Столетие Существует Это то есть Который переходит Из ислама В христианство Крестится Перед этим Не крестить Пока не дадут Полное отречение И во время крещения Они сами Засчитывают Это Что презираю Ненавижу Все такие слова Того Что там написано У них Это не просто Разговор с кем-то Это перемена Пути И там Высказывается Все бесстрашно До конца Все Человек Который Составлял Или не один Он точно знал Содержание Их книги Так да Следующий вопрос Сегодня вопросы Такие семейные Алина Розова Пишет Игнатий Тихонович Здравствуйте Можете ли помочь Мне ответить На вопрос Имеет ли Муж Право Оставлять Жену Дома Одну На срок Один По пять Месяцев Уезжая По своим Делам Ну то есть Надолго Может Он может Быть на север Отправлен Или куда-то Муж Может В командировку Отправят Куда-то Чего она Кого себя Держит Это его Везде Если доверия Не было То у католиков Было придумано Поезд Соломудрия Какой-то Железный Бандаж На замке К ней Никто не доберется С нижней части Как она ходила На что Это неизвестно Но тогда Если думали То есть Сейчас Если доверяют Я считал Такой Ну один Узнал Это дело Что Как бы Подчиненный Или равный Князь Ну и туда Поехал И говорит А как же Надо Она дома Одна А ты Ей доверяешь Да доверяю А если Она с кем-то Будет Да нет Я думаю Что нет Она христианка Настоящая Давай Ударим По рукам Он говорит Ну давай И сам поехал С ней Познакомился А она Его сразу Раскусила Она ему Все показывает А он С ней Как вот Гимнаст Так насиловали В Америке Теперь все Вскрылось А когда Здесь такая же История Она завела Его в одно Помещение И говорит А это помещение Вот тут Особенно Такого-то Века Такие Он когда подошел Смотреть А потом обернулся Никого нет Она вышла Заперла И все А окна Там На высоте Может 5-6 метров Смотрит Он там Веретежка Лен Там шерсть Как Крутить И она Его там Заперла Ему бокно Там сверху На веревке Поднимают Поганое ведро Выносят И он там Сидел Ну больше года Ну и когда Вернулся муж Он говорит А такой-то Приезжал Она говорит Да приезжал И чего Да он мне Не понравился Он говорит Мне тоже Не понравился Ну не Не нахальничал С тобой Да ему Некогда Было А почему Так он там Говорит Уже столько Ниток На 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 Ковры Может Как Она Повела Туда Дверь Когда Распахнули А он Не Знал Что Приехал Он Сидит Там Крутит Самопряху Эту Ну Ну Он Говорит Ну Как Вот Все Говорит А теперь Еще И Проигрыш Что Давай Давай Указание Я Не Выпущу Пока Не Заплатишь А На Половину Имения Наверное Поспорили Все Что Значит Иметь Жену Я Считал Как у Расула Гамзатова Кажется Повести Дагестана Один Так же Женился Ну У них Разводы Свободно Можно Сделать Ну Интересно Ну Жениться Женился И Другу Одна же Похвалился Что Я Женился Он Говорит А как Хорошая Жена Красивая Ну Он Говорит Приходи Ко мне Ты Посмотришь Он Узнал Когда Работает Пошел Тогда Когда Его Дома Нет Она Узнала Кто Дает Друг Вашего Отца Мужа И Вот Мы Здесь Договорились В гости Прийти Она Во двор Пустила Дальше Не Дальше Стала Ему Выговаривать Ходите Мой муж Работает Ты Не Работаешь Встретились Ну Как У 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 Хорошая Но Двери Я Не Скажу Это Вообще Замечательные Двери Где ты Их Достал Такие Вот Надо Такие Двери Искать Зачем Тебе Где-то На Стороне Там Может Быть Шкура Или Не Закрываются После Обращения К Богу После Рождения С Выше Главный Вопрос Это Семейный Если Не Жениться Это Вопрос Решенный А Если Жениться Ой Как Надо Думать Переходит То Очень Много В дочери От Матери А Если Она Замуж Выходит Хорошо Познакомиться С будущим Свекрам И Вот Потому Что Отцовская Если Все По-нормальному Как-то Отражается В сыне Весь Вопрос Мне Нравится Обычай Я Как-то Рассказывал Это Это Тоже Там Дагестанские Были У Ни Закон Такой А Варсы Что Если Невестку Привели В дом То Свекар Не Должен Слышать Ее Голоса И Она Заходит С ним С мужем Выйдет В сене Переговорит Где надо А При Отце Никогда Нет Но Закон Этот Можно Было Изменить Если Собрать Весь Тейп Хорошо Угостить Накормить Напоить И Попросить Всех Старейшин Чтобы Они Попросили Молодайку Сноху Разговаривать При Отце Ну Так И Было Он Жену То Потерял Она Ее Смотрит Она Так Похожа Чем То Даже Какой Голос У Ней Должен Мелодичный Музыкальный Он Все Себе Воображал Сынок Говорит Я Не Могу Что У У Два Бычка В Тобу Ты Одного Заколи И Собери Друзей Моих Старых Что Я Не Домогаю Так Он Так И Сделал Но Они Когда Выпили Все Старейшин Говорит А Почему Созвал Нас По Какой Причине Уважаем Вот Такое Такое Я Хочу Чтобы Вы Попросили Сноху Чтобы Она При Ней Разговаривала Он Говорит Жизнь Прожил Такого Не Слыхал Ей Говорит Дочь Моя Какая Ты Счастливая Что Тебя Так Высоко Остенил Свекор Завтрашнего Дня С утра Ты Можешь Говорить При Нем Дома Он Лег Спать До Половины Ночи Не Спал Ворочался Все Воображал Как Встанет Ну И Проспал Утром Встал В комнате Никого Нет Он Во двор Выходить А Она Корову Дует Он Подошел Только Хотел Сказать Дорогая Айша Она Повернулась Ну Что Стоишь Корова Бьет Хвостом По Лиццу Ну Возьми Она Только Зашла Целыми Днями Валяешься Не Стыдно Ничего Внуча Они Лезут Везде Ну Посмотри Ты За ними Он До Вечера Едва Сына Дождался Сын Зашел Он Говорит Я так Не Домогаю Ты Закали Второго Бычка Снова Созови Что Совсем Плохо И В конце Выпили Поели И Он Говорит Попросите Чтобы Она Мне Больше Не Говорила Сделали И Чтобы В этом Убедиться Надо Двух Бычков Скушать Вот Так Так Что Бычков Готовь Да В наше Время Должны Слышать Как будто У нашего Народа Жена Должна Быть Абсолютно Послушная Абсолютно Ты Этот Разговор Слышал Как Один Считал Раз Два Три Расскажите Она Такая Была Изнеженная Ну И Какой-то Фермер Издалека А у Него Там Своё Ранчо Приехал Свататься На Двух Лошадях А Родители О нем Слышали Ну Ее Вызвали Там Сказали Эмиля Ты Пойдешь За него А Он Такой В шляпе Сомбреро У него Ну Видно Что Достатки Живет Она Говорит Пойду Ей Надоело Дома Быть А Молоденькая Она Стрекочет Дорогой Вот Выехали Смотри Вот Как У нас Тут Он Как Сидел Как Истукан Говорит Сидит Она Не поймет Почему Не Разговаривает Она Какое Озеро Красивое Какие Лилии Плавают Он Даже Никаких И Лошадь Эта Жестокая Опять Споткнулась Он Говорит Два Она Совсем Как Два Уже Дом Видать И Лошадь Споткнулась Третий Раз Он Сразу Сказал Три Вышел Пистолет Ставил В ухо В лошади Выстрел Она Задергала Ногами Я Такую Истерику Закатило Да Зачем Я Согласилась Расписалась С тобой Да Ты Жестокий Такой Такая Лошадь Красивой Была Я Ее Гладила А Сейчас Тот Другой Он Стоял Стоял Раз Я Как Сел И 55 Лет Все Молчу Вот Тебе За священца Пойдешь Он Тебе Скажет Раз И Все Напугай Ее Ну Вот Алина Розова Которая Прошлый Вопрос Задавала Она И Дальше Спрашивает То Если Даже Говорит Муж Если Не На Заработок А По Своим Интересам Уезжает В Писании Есть Какие То Правила Сказано Что Муж Должен Обеспечивать И Кормить Жену Но Не Жена Жену Всю Семью А Что Не Так В Командировку Уехал Ну Видите Не Не Уточняется Вот Говорит На Главное Вопрос О Том Расставаться На Делать Можно Но По Своим Интересам Муж Уехал Говорит По Своим К примеру Интересам Не Бывает С кем Бывает Она Будет Ревновать К тени Собственной Это Нельзя Так Мне Одна Такая Писала Ну Ты Имеешь Подозрение На Него Нет Ну Зачем Ты Ему Ты Говоришь Он Приехал К тебе Простирает Руки Тебе Что Еще Нужно Обеспечивает Хорошо Да Хорошо Но Я Не Хочу Чтобы Он Ездил Да Мало Что Ты Не Хочешь У Работа Такая Довольно Прибыльная Такая Ничего Не Нарушил Нельзя Мужиком Командовать Если Только Он Бритый Подкаблучник Тогда Он Послушается Ну Вот Вопрос Тоже Человек Прислал Добрый День У Беременной Женщины При Первом Скрининге То Есть Там Делают Скрининг Это Беременная У них Там Проверяют Как То То По УЗИ Там Или Что То Такое Как Как Состояние Ребенка Проверяют Вы Выявлены Пороки Плода Несовместимой Жизнью При Рождении Или На Более Позднем Сроке Рекомендовано Прерывание Беременности И Спрашивает Как Поступить Я Так Понимаю Это Родственник Спрашивает Той Женщины Я Я Стоял На Квартире У Карпова Александра Семеновича В Пензе А Жена У него Марфа И Вот Врачи У ней Выявили Все Рожать Никак Нельзя А у них Было Кажется Два Ребенка Уже Она Пришла Плащет Игнашенька Вот Такое Дело Что Ж Делать Я Говорю Марфенька Ты А Мужа Дома Нет Давай Снова Опять Склонимся Проходит Какое-то Время Не знаю Сколько С месяц Или Сколько Приезжает Такая Кладистая Борода Баптист С юга Где-то С Узбекистана Он Его Осмотрел Все И сказал Делать Аборт Иначе Ничего Не будет Она Умрет Она Пришла И говорит Брат Приехал Такой Знатный И говорит Так Я говорю Дьявол Тоже приходит Знатный С бородой Как угодно Может Не под каким Видом Умри Молиться Будем За тебя Она Баптистка Баптист Ну конечно И муж Против Что я Так Сказал Ребенок Родился Абсолютно Здоровый Его Павликом Назвали И так И звали Игнатьев Сын Я его Спас От смерти Так Это у него Третий Ребенок После этого Она еще Восемь Родила Восемь И все Нормально Вот и все Ты Богу Доверься Нет Больше Той любви Как ради Кого-то Пожертвуют Жизни Не на войне В очреве Тут война Тут ополчились С ножами С вакуумами Не под каким видом У меня мамы Нас было 12 У бабушки Не знаю 14 что ли Дмитрий Иванович Менделеев Химик Он был Восемнадцатым Ребенком В семье Сегодня Только у Баптистов У мусульман Может быть Такое есть Восемнадцатым Но я не знаю Последний он был Или нет Сколько Бог даст Казахи Я делал печку Она говорит Бог даст Барашка Бог даст Травинку По простому И понятно Представь У меня отец Без руки С фронта Вот Левой руки Нету Под плечо Десять ребятишек Пять парнишек И пять девчонок И мы никогда Не слышали Чтобы ругали Они власти Или И главное Отец С мамой Вместе Полкласса нету На фронт Когда забирали А мама Была беременная Он матери Сказал Если живой Останусь А ты Сделаешь Аборт Домой я не вернусь Тихон Дмитриевич Отец мой Понятно как Так вот У него было Двенадцать Двое то умерли В раннем возрасте А десять Были живые Как держались За это дело то А сейчас Сегодня муж Заставляет ее сделать Как будто Незаконный ребенок А если После того Как изнасиловали Вопрос один Довериться Богу Тем более Сегодня кесарное сечение Есть И все Не трогать Я говорю По страху Божию То что говорят Угроза матери То другое Врачи Они говорят Сегодня может Самые опасные люди Будут врачи Потому что Перед ними Стоит задача Самая страшная 117 мировых войн Совершить на земле Пишут везде Второй мировой войну Задача Поэтому Доверься Богу И во врачах Я к врачам Никогда не хожу Ну Вообще не хожу А На операцию Меня увозили От тяжести Три позвонка Раздавили Там Прокладки Делали операцию Да Утащили Ну и все Ушел оттуда пешком Не надо сильно Льгот Какие-то давать Чем больше И гигиенист Тем больше болеют Человек должен Большим числом Людей Здороваться За руку Никого не бояться Со мной Бог Никаких намордников Чтобы не было Сегодня пишут Что интересно Роспотребнадзор Везде давил А суд решил Все Все Штрафы Об этом думать Бог говорит Чаще наказывает Чтобы Впоследствии В данном случае Угроза Идет о сотнях Сотнях миллионов И с папами Римским Встречался И с президентами И погубить И погубить ее Я каждый день А вот Все принять Все принять Христианское Толкование Каноны церкви Все должны были Принять Тогда было бы Действительно так А если ничего нету Только рукоположение Оно будет Недействительным Еретиков Не рукополагают Еретиков Хоть какого Рукополагают Остался еретиком Потому что В церкви Христовой Было Вчера только Был не Сторий Патриарх Там Архимандрит И втихе Все Но стали Учения Все это Рукоположение В ничто свело Уже готовое Рукоположенное Так что Это не все Самое Главное В этом Подчинение Правилам Церкви Как они Относятся К святым Как Божьей Матери Как Относятся Дальше К литургии Это вопрос Вот Написал Питер Гилквист Возвращение Домой Видели? Их 2000 человек Из протестантов Пришло Они исследовали Там Целый год Один занимался Литургией Другой Божьей Матери И нашли Что мы Не церковь Их сразу Всех приняли Кажется 60 дьяконов Рукоположили Вот так Мы не знаем Это Правильно Или неправильно Если Рукоположенное Еретики Вы остались Еретиками Ничего У вас И нет На Еретиков Благодать Не сходит Ну Все понятно Если бы Была Какая-то Комиссия И они Подтвердили Это Дело И сказали Вы хотите Быть В этой Комиссии Я бы Согласился Ну Вот Было Какое-то Время Что С Англиканами У нас Было Практически Мы Признали Англикан Англиканскую Церковь В истории Такой В истории Англиканская Церковь Англиканская Нет Вот до этого Было В истории Имеется Ввиду Это было Что Сводится Если бы Не революция Вполне Могли Соединиться Прямо На самом Конце Стояло Все Последние Вопросы Утрясали Да Ну Насколько Я знаю Никто Ни католики Не признают Лютеранского Рукоположения Ни православные Не признают То есть Они же Исследуют Смотрят Они начинают Лютер Мартин Был Епископом С чего ради То Какой Епископ Он монах Был И женился На монашке И шесть Детей Нажил Как это Понимать Его Отлучать Только Надо было Да Перевел На немецкий Зык Это положительно Да Дальше Надо И другое Брать Ну Все На сегодня Вопросы Закончились Ну Все Тогда Я сейчас Сниму И Сморю Благодарю вас